Движение в центрально-симметричном поле Чаще такое поле называют центральным, просто центральным полем Движение в центральном поле Рассмотрим частицу массы М Движение которое нам нужно найти в заднем центральном поле Прежде всего скажу, центральное поле всегда потенциально И основной характеристикой, ну одной из основных характеристик Такого центрального поля является то, что оно обладает неподвижным центром Я его обозначу, этот центр, крестиком таким Неподвижным центром Потенциальная энергия частицы массы М Которая находится в данном поле Центральном Зависит только от расстояния На котором находится частица в данный момент времени Т От центра поля Понятно, да? То есть вы, наверное, из физики знаете Существуют такие эквипотенциальные поверхности фактически, да? То есть вот на данном расстоянии Сферическая поверхность будет эквипотенциально На разных расстояниях На одном и том же расстоянии Если, так сказать, частица находится в сфере радиуса L Поле, потенциальная энергия будет одной и той же величиной Ну, поскольку поле обладает неподвижным центром Удобно ввести систему отсчета Начало которой поместить в неподвижный центр, правильно, да? Значит, делаем такую систему отсчета Вводим, формально, да? Ну, я нарисую какие-то оси, так чтобы были А, в принципе, система отсчета главная Значит, вводим такую систему отсчета Тогда очевидно, если потенциальную энергию частицы в данном поле Обозначим буквой U То потенциальная энергия будет очевидна функцией U Зависящей только от R Где R — это модуль радиуса вектора частицы в момент времени T В тот момент, когда частица находится вот в этой точке пространства Значит, R нарисовали Согласны, да? Сила, с которой действует центральное поле на частицу По определению поле потенциально Очевидно, будет равняться F Сила Минус ДУ По ДР Очевидно, эта сила также будет зависеть только Точнее, определяться расстоянием от неподвижного центра до частицы То есть ее можно представить в таком виде F — функция, зависящая только от R Скалярная функция Умножить на единичный вектор, который так можно описать R поделить на R R — это радиус вектора частицы То есть сила, с которой центральное поле действует на частицу массы M направлена вдоль радиуса вектора Ну и понятно, в зависимости от того Если поле притяжения, то оно правильно против радиуса вектора К центру Если, так сказать, поле отталкивания То по радиусу вектору от центра Но так как мы предполагаем, что Потенциальная энергия частицы И сила то же самое Не зависят явно от времени То такое поле еще будет консервативное Значит, в ней будет сохраняться энергия частицы Ну, прежде всего, давайте напишем функцию Лагранжа такой частицы Функция Лагранжа такой частицы Очевидно, система свободная Связей никаких нет Имеет тривиально простой вид M R с точкой в квадрате пополам Минус U от R Минус U от R Значит, R с точкой — это квадрат скорости частицы Я пока что не определяю координаты, которые Криволинейные, приволинейные и так далее Прямоугольные координаты Координаты пока не введены Так, так как функция Лагранжа Явно не зависит от времени Давайте строго действовать ДЛ по ДТ равно нулю То сохраняется величина Равная скалярное произведение R умножить на ДЛ по ДР с точкой Минус функция Лагранжа То, что мы называли обобщенной энергией Ну, которая, очевидно, совпадает с обычной энергией Которая равна, очевидно, НР с точкой в квадрате пополам Плюс U от R Естественно, да? То есть, из-за того, что функция Лагранжа не зависит явно от времени ДЛ по ДТ равняется нулю Частица наша движется так, что комбинация скоростей и координат Значит, это уже координата частицы, это скорость частицы, да? Должна быть равна константе Эту константу я обозначу Е0 Это можно рассматривать как первый интеграл уравнений Лагранжа, да? Первый интеграл Функция координаты скоростей, которая обращается в ноль на уравнение к движению Значит, это закон ДЛ по ДТ равно нулю И тогда энергия сохраняется, мы вывели из уравнений движения, помните? Далее запишем уравнение движения Уравнение Лагранжа в данном случае Ну, ничего проще, значит, уравнения такие, значит Д по ДТ Я напишу их в векторном виде ДЛ по ДР с точкой Равняется ДЛ по ДР То есть одно векторное уравнение или три скалярных уравнения, соответственно Левая часть Получается немедленно МР с двумя точками Равняется, ну я сразу обозначу, минус ДУ по ДР Равняется Ф от Р Р На Р Где определение силы я дал, да? Ф от Р это есть минус ДУ по ДР В функцию Лагранжа входит естественно потенциальная энергия, но тем не менее Итак, одно векторное уравнение или три скалярных уравнения, да? Уравнение второго порядка Система свободна Значит, для того, чтобы найти решение задачи Ну по крайней мере в квадратурах При произвольной потенциальной энергии То есть не конкретизируя явный вид ее Как функции заданной от Р, да? Только предполагая, что это здесь функция Р, расстояние все Нам нужно, вы уже это знаете, найти для того, чтобы решить задачи в квадратурах, сколько интегралов движения В прошлый раз мы учили уже Значит, три скалярных уравнения второго порядка по времени, так? Три скалярных уравнения Значит, для того, чтобы решить, нам нужно три независимых первых интегралов движения Для того, чтобы скорости можно выразить, помните, да? И три независимых вторых интегралов движения Вот к этой задаче мы и приступаем К решению задачи о движении частицы В центрально-симметричном поле Вид, который пока что только задается функцией У от Р, но функционально он не задан Только считается У, функция расстояния, не более того Один интеграл мы уже нашли, вот он, интеграл энергии Это следует из того, что функция Лагранжа явно не зависит от времени Приступаем к поиску остальных интегралов движения Подчеркну, что нам нужно предъявить Три независимых первых интегралов движения И три независимых вторых На прошлой лекции я вам рассказывал, потому что Система с S-ти временем свободы, помним, да? Описывается временем, соответственно, зависит от времени И S первых интегралов, и S вторых интегралов движения Приступаем к этой задаче Ну, интегралное движение, напомню, является первым интегралом движения Это функция скоростей и координат, которые обращаются в константу на уравнение к движению Один интеграл мы нашли, вот этот первый интеграл Давайте я его обозначу Это первый интеграл и один Умножим векторно Вот это уравнение, не прибегая к координатному представлению То есть к трем скалярным уравнениям Слева и справа на R На радиус вектор То есть это образуем такую комбинацию R векторно умножить На M R с двумя точками R векторно умножить Это функция Ну, очевидно, правая часть равна нулю, да? Потому что R и R коллинеарные векторы То есть мы получаем вот такое замечательное уравнение Получаем замечательное уравнение Что в центрально симметричном поле Вектор, который образуется векторным произведением M на R с двумя точками Это же вектор, да? Потому что три компонента есть Соответственно Равен нулю Равен нулю Ну, напомню то, что вам известно из физики Значит, есть понятие импульса частицы P Частица определяется как произведение массы На скорость M R с точкой Правильно, да? Помним И есть наверняка в отделе понятие Момента импульса частицы Или момента количества движения Момент количества движения В данном случае Определяется относительно Начало системы отсчета Или относительно центра поля И его можно определить как Произведение векторное R на P Ну, а так, чтобы нафигурирули скорости Давайте просто запишем это, как и положено быть P подставим в виде скоростей R умножить на M R с точкой Момент импульса частицы Относительно Центра поля Относительно Начало системы Кардинал Ну, здесь плечо R, поэтому Относительно Начало системы Кардинал Ну, очевидно Вот это векторное уравнение Учитывая то, что R с точкой R с точкой Коллинеарны Можно записать в таком виде DL По DT Равно нулю Значит, вот это уравнение Я просто переписал Вот это уравнение Переписано Значит, здесь учено, что R с точкой Умножить на Понятно, да? R с точкой Равно нулю Ребят, понятно это? Продиференцируйте Подставляю вот это значение И учитывая то, что R с точкой Р с точкой Р с точкой Первый след будет равен нулю Понятно? Понятно, да? Так, из этого следует Ведь мы получили Вот это векторное уравнение Из уравнения Лагранжа Из этого следует Что при движении частицы Центрально симметричном поле Момент импульса частицы Относительно центра поля Определяется постоянным вектором То есть L равняется L0 Где L0 постоянный вектор L равняется L0 Значит, это векторное уравнение Одно или три скалярных уравнения Давайте один раз напишем Что это такое Что это за уравнение в явном виде Итак Ну, очевидно L Определяется как M EX Единичный ворс в дворости X EY EZ По определению Дальше Что у нас идет? X Y Z X Y Z Декартовые координаты частицы Которые мы рассматриваем Понятно, да? А здесь что будет? Ну, скорости, очевидно, да? Так X с точкой Компоненты скорости Y с точкой Z с точкой Ну и дальше Дальше посмотрим Посмотрим, что получается Равняется Проекция на уровне EX M Давайте наоборот напишем Начала Результат М Y Z с точкой Минус Z Y с точкой X EX Правильно, да? Плюс Плюс M Z X с точкой Минус X Z с точкой И Y И Плюс Плюс M X Y с точкой Минус Y X с точкой На E Z Значит, это вот у нас здесь L, Z компонента Функция Правильно, да? Это у нас L Y компонента Ну, а, соответственно, это L X компонент То есть, мы разложили трехмерный вектор L по трем координатным осям EX и E Z То есть, у нас имеет место быть либо одно векторное или три скалярных Давайте я их уже напишу эти скалярные уравнения поскольку полезно их написать Следующее уравнение у нас есть L мы доказали равняется L0 что эквивалентно нам же через скорость нужно записать Следующим M Y Z с точкой минус Z Y с точкой равняется константе которую я обозначу LX с ноликом Далее M Z X с точкой минус X Z с точкой равняется еще одной константе LY с ноликом Ну и наконец M X Y с точкой минус Y X с точкой минус Y X с точкой Заметим Заметим и это важно и это важно прежде чем будем обсуждать это уравнение что в любой момент времени скалярное произведение вектора L я его напишу я его напишу в явном виде M R на R с точкой так скалярно умноженное на R с точкой чему равно нулю равно совершенно правильно так ровно то же самое Заметим также что M R скалярное произведение вектора L скалярно умноженное на R R радиус вектор также равно нулю в любой момент времени в любой момент времени то есть это эти равенства имеют место быть независимо от того я подчеркну это сохраняется момент импульса или нет понятно да вот мгновенное значение этих величин получаем следующее выражение ну фактически из этого равенства следует то что имеет место быть вот такое скалярное ну распишем это как скалярное произведение Lx это вот это компонент который я не переписываю умножить на x с точкой плюс Ly умножить на y с точкой первое уравнение переписываю плюс Lz на z с точкой равно нулю правильно да вот из этого это я переписал явно используя декартовые координаты декартовые координаты имеют место быть вот такое равенство где под Lx я понимаю вот эту функцию координаты скоростей под Ly эту функцию и под Lz эту функцию координаты скоростей имеют место быть то есть из этого равенства очевидно следует что не все компоненты момента импульса являются независимыми согласны относительно скоростей поскольку вот есть явно уравнение которое связывает между собой эти компоненты это может показать что детерминат вот этой системы слева равен нулю фактически равен нулю по скоростям детерминат но если мы так вот обозначим давайте я все же покажу если мы обозначим так чтобы для краткости x x1 присвоим значение y значит x2 z x3 так называемое тензорное обозначение соответствующие компоненты момента Lx L1 Ly L2 Lz L3 понятно да? то тогда вот те три скалярные уравнения следует что детерминант L L i t по dx j t с точкой равен нулю и j примемое значение 1 2 3 понятно да? то есть вместо x и rxz я написал так в сжатом виде ввел тензорное обозначение то есть ну как и должно быть то есть мы эту систему не можем разрешить относительно трех скоростей не все независимых да? мы это показали также просто найдя то сказать явно что скалярное определение равняется нулю но это также можно показать прямо отсюда что при фиксированных x детерминант L dL i t по dx j t с точкой равен нулю то есть система не может быть разрешена то есть иными словами из этих трех интегралов движения независимыми могут быть только два есть одно уравнение которое явно их связано будем считать выберем в качестве независимых интегралов движения значит вот этот интеграл скажем и этот интеграл то есть если в решениях у нас теперь будут присутствовать постоянные e0 который был раньше lx0 y0 помните как я писал на прошлой лекции через константы цс и цс стильды то тем самым будет исчерпаны три независимых интегралов движения итак в качестве независимых интегралов движения первых выбираем энергию и две компоненты момента ну скажем именно x компоненту и y компоненту и вот эти вот константы которые будут присутствовать в решениях говорят нам о том что эти константы появляются вследствие того что мы выбрали их в качестве первых интегралов движения далее но в центральном поле в центральном поле у нас помимо вот этих равенц которые выполняются в каждом моменте в любом поле для любого момента имеет место быть следующее замечательное равенство поскольку у нас вот эта вот величина равняется константе l нулевое да то есть имеет место быть такие равенства l 0 умножить на r с точкой равно нулю r с точкой скорость точки в произвольный момент времени так а вот это равенство эквивалентно следующему l 0 умножить на r равно нулю и отсюда следует важнейший вывод что в любой момент времени при движении точки в центральном симметричном поле если мы начало системы отсчета помещаем в центр поле то движение точки происходит в одной неподвижной плоскости согласны да проходящей через центр поля и ортогональной вектору l нулевому ну уравнение плоскости вот оно написано в явном виде посмотрите l x 0 умножить на x плюс l y 0 возвращаясь к обычным координатам умножить на y плюс l z 0 умножить на z равно нулю то есть точка x равняется нулю z удовлетворяет этому уравнению то есть плоскость во-первых неподвижная вот она поскольку l 0 у нас фиксированный момент а r с точкой r всегда лежат в одной и той же плоскости не выходят из этой плоскости то есть движение происходит целиком в плоскости ортогональный вектору момента а это вот явное уравнение плоскости и отсюда видно что плоскость проходит через неподвижную точку x равняется нулю y равняется z равняется нулю то есть движение плоское раз это первое теперь второе вот это замечательное соотношение фактически мы ведь получили из-за уравнений движения из-за уравнения лагранжа мы cientin convergence saved с другой стороны то есть мы видим что мы получили некое соотношения которая содержит координаты ну времени содержит и некоторые константы то есть это уравнение можно рассматривать как уравнение, определяющее еще один, второй интеграл движения. Понятно, да? Это функция координат, координат в данном случае, ну, времени входит, который обращается в константу, в данном случае в ноль, на уравнение к движению. Все это соотношение мы получили, исходя из уравнения движения. А именно, мы доказали, что L0 постоянная в центрально-симметричном поле и получили явно это уравнение. Таким образом, мы будем считать найденным теперь уже нами вторым интегралом движения константу L0, которая входит в это самое уравнение. То есть присутствие константы L0 в решениях, которые мы получим, фактически эквивалентно тому, что мы нашли один, пока что, второй интеграл движения. Ребята, понятно это, да? Вот, это второй интеграл движения. Функция координат, которая обращается в константу на уравнение к движению. И зависит от константа. Помните, я там показывал? C1, C2, C стильды. Вот это константа C стильды считать. Так. Ну и после того, как мы определили этот важный факт... А, это уже нету, да? Рисунка нет. Рисунка нет. Сейчас сделаю, красиво. Здесь важно. Восстановим теперь рисунок, который, так сказать, у нас был. Значит, итак, вот у нас центральное поле, точка O, начало системы отсчета, значит, это оси. Так. Частица. Момент времени T находится вот здесь. Да, вот траектория какая-то такая, да? Ну давайте я еще DR обозначу векторок, чтобы было понятно совсем, куда скорость направлена. Это DR. Это R. Это вектор R. Момент импульса, который сохраняется, можно определить вот таким постоянным вектором, L0. Только в центральном поле это все уже. L0, да? Ну и плоскость движения, вот такая, значит. Частица движется в этой плоскости ортогональный вектору момента импульса. Мы доказали это, да? Что скорость точки в центральном симметричном поле, вектор скорости и радиус-вектор лежат в одной и той же плоскости ортогональной вектору момента. То есть движение плоское. Ну, кстати, вот здесь вот полезно дать геометрическую интерпретацию интеграла первого интеграла L0, который сохраняется, мы доказали. Так называемая геометрическая интерпретация. Ну, в самом деле, давайте напишу, потому что его часто называют интегралом площади. Посмотрите, итак, L0, L, простите, мы определили как M, векторное произведение R умножить на R с точкой. Значит, запишем R с точкой как DR по DT, да? И напишем этот L как 2M, DS по DT, DS по DT, ну, S, очевидно, вектор, который имеет направление момента фактически, так, где S равняется 1 вторая векторное произведение R на DR. Понятно? Да, вот я переписал вот это вот уравнение по существу вот в таком виде. В центрально-симметричном поле имеет место быть следующее. L равнее, вернее, вот левая часть равна константе. Равна константе. Так, вот вопрос, S по модулю чему равняется? Площади, которая заметает, да, ну, на три олигии, R на DR, соответственно, да? То есть из закона сохранения момента следует, что за равные промежутки времени в центрально-симметричном поле, в любом центрально-симметричном поле, частицы заметают одни и те же площади. Ну, второй закон Кеплера по существу доказали, да? То есть это геометрическая интерпретация, поскольку иногда закон сохранения момента также называют сохранением, интегралом площадей. Возвращаемся к нашей задаче. Значит, мы нашли три независимых первых интегралов движения, коими являются энергия и две компоненты момента импульса. И один второй интеграл движения, который определяется уравнением L0 на R, равняется нулю, скалярное произведение, и таким образом присутствие константы L0z будет означать, что мы уже знаем еще один второй интеграл движения. То есть для того, чтобы решить задачу, нам необходимо всего лишь предъявить еще два вторых интеграла движения. Учтем тот факт, что важный факт, что в центральном симметричном поле движение частицы происходит в неподвижной плоскости, проходящей через центр поля. мы ориентируем так, что эта плоскость расположена ортогонально вектору момента импульса L0. Введем, поскольку движение плоское, введем на плоскости движения, в плоскости движения, полярные координаты ρ и φ. Понятно, да? Введем полярные координаты, всего лишь две координаты, ρ и φ. Далее обозначим модуль вектора L0 через L0, то есть L0 имеет следующее значение, Lx0 в квадрате плюс Ly0 в квадрате плюс Lz0 в квадрате. L0 обозначают, да? X0, Y0, Z0 — это сохраняющиеся компоненты момента импульса, две из которых отвечают как бы за первый интеграл движения, третье — отпечаток второго интеграла движения. И напишем теперь, перепишем уравнение сохранения энергии, а также момента в этой самой системе координат. Итак, плоскость движения теперь у нас, плоскость x, y, правильно, да? В плоскости движения используем полярные координаты ρ и φ, ρ и φ, да, соответственно. Ну а момент импульса направлен по оси Z данной плоскости. Переписываем уравнение энергии, сохраняющиеся энергии. Значит, и так, ρ и φ — полярные координаты частицы, да? Это m пополам, ρ с точкой в квадрате, плюс ρ квадрат, φ с точкой в квадрате, плюс u от чего? Нет, от r нет. r это у нас, помните, x плюс z квадрат. z равняется 0, поскольку плоскость движения у нас, z равняется 0. Значит, от ρ, да, u от ρ равняется e0, одно уравнение не переписали. Первый интеграл мы просто переписали, тот самый первый интеграл, который мы нашли, в полярной системе координат, используя тот факт, вводя такие координаты, x, y, координаты на плоскости, понятно, да, соответственно, и описывая движения в полярной системе координат. И уравнение момента перепишем. Значит, момент в данном случае l0, как направлен, вы договорились, ось z по моменту. Фактически это есть l0, которую мы нашли, константу, да? На ez, на ez. Постоянный вектор, систему координат мы выбрали так, что ось z направили по постоянному вектору l0, понятно, да? Так, и перепишем это уравнение теперь, сохранение момента, что момент сохраняется. Ну, очевидно, оно будет такое, m, ρ квадрат, φ с точкой, равняется чему, ребят? l0, l0, константе l0, где l0, вон, определена выше. То есть вот у нас есть два уравнения, инфициальных уравнений первого порядка по времени фактически. Вот для того, чтобы их разрешить, фактически нам нужно всего два независимых интеграла движения, причем вторых интеграл движения, поскольку первого порядка по времени. Таким образом, задача свелась к нам к нахождению оставшихся двух интегралов движения, вторых интегралов движения. Нет чего проще найти. Из второго уравнения получаем важный результат. Сис точкой равняется L0 на M ро квадрат. Обращаю ваше внимание, что здесь может быть знак плюс или минус, в зависимости от того, куда мы направились по моменту, то тогда знак плюс всегда будет. Если, скажем, против, то тогда может еще минус. Важно следующее, что в этом уравнении знак никогда не меняется. Это означает, что φ меняется монотонно. φ является монотонной функцией времени. Понятно, знак не меняется. φ с точкой всегда имеет один и тот же знак, положительный или отрицательный. Понятно, да? φ монотонная функция времени, важный результат. Ну и теперь подставим найденное значение φ. в первое уравнение. Сводя задачу к эффективной задаче, которая характеризует как бы одномерное движение, в радиальном направлении. В радиальном направлении. А именно, получаем M пополам, φ с точкой в квадрате плюс у от ρ плюс L0 квадрат на 2M ρ квадрат равняется E0. Ну, здесь область определения ρ, как мы помним, да? ρ фактически у нас больше или равно 0, меньше бесконечности. То есть на самом деле не чистая одномерная задача, в чистой одномерной задачи у нас x от минус до плюс бесконечности меняется. Здесь же у нас, значит, фактически ρ ограничена 0, бесконечность. Но, тем не менее, задача одномерная фактически. Ее мы можем исследовать таким образом, ну, как и в одномерной задаче. Значит, вот эта вот величина называют эффективной потенциальной энергией. Обращаю ваше внимание, что эта эффективная потенциальная энергия зависит как от параметров, которые характеризуют истинную потенциальную энергию, так и от момента импульса. То есть эта функция ρ, напишу L0, важная. Полезно помнить фактически, что вот этот член, который мы получили, он получается из части кинетической энергии m ρ квадрат фи с точкой в квадрате пополам. Правильно, да? Ну, ее называют центробежной. Почему? Потому что если бы мы эту член рассматривали, если бы мы задачу рассматривали в системе отчета, которая вращается с угловой скоростью фи с точкой, то это был бы ровно центробежный член. Понятно, да? Центробежная энергия. Но в данном случае наличие этой энергии весьма существенно то же самое. Почему? Потому что фактически это означает следующее, что если L0 отличен от нуля, L0 равняется нулю, то тогда движение устроено так, что частица обязана как бы пролететь мимо центра поля. Правильно, да? Ну, давайте теперь рассмотрим подробно два случая. Значит, первый случай тривиальный, когда L0 равняется нулю. L0, вектор, равняется нулю. Ну, в этом случае, очевидно, из определения L движение устроено так, что в любой момент времени радиус-вектор параллельен вектору скорости. Правильно? L равняется M, векторное направление R на R с точкой. Так, в полярной системе координат сразу же получается, что у нас фи с точкой, ну, я это отсюда, вот, из второго уравнения. Фи с точкой равняется нулю. Значит, фи равняется константа. Значит, движение в этом случае, очевидно, будет по прямой, проходящей через центр поля. Согласны, да? Движение по прямой, по лучу, который проходит через центр поля. Далее рассматриваем нетривиальный случай, когда L0 отличен от нуля. Более важный, более существенный. Значит, еще раз подчеркну, что вот мы продемонстрировали, что когда L равняется нулю, то тогда траектория проходит через центр поля, не зависит отца. Если L0 не равна нулю, значит, движение устроено так, что исходно чистота должна пройти мимо центра поля, а обязательно на сцене. Так, ну, дальше поступаем как в одномерной задаче, имея только в виду, что у нас область определения вот такая. А именно, переносим все, что зависит от ров в правую часть и получаем. Поскольку левая часть должна быть положительна, всегда, ну, или равна нулю, там, где рост точка обращается в нулю, то, как и в одномерной задаче, получаем, что в задаче о движении частицы в центральном симметричном поле движение в радиальном направлении и допустимой области движения определяется не только потенциальной энергией, но еще и моментом импульса отличным. А именно, область движения должна быть такая, Е минус О от Ро минус Л 0 квадрат на 2 М Ро квадрат больше нуля, а там, где это уравнение обращается в нуль, то есть корни этого уравнения определяют точки, в которых скорость частицы в радиальном направлении вдоль Ро обращаются в ноль. Согласны, да? Итак, в точках, которые являются корнями этого уравнения, очевидно, корни зависят от энергии и от момента импульса. Так, Ро корни. Вот в этих точках Ро с точкой, пишу Ро корни, обращаются в ноль, согласно нашему уравнению. Вот наше уравнение движения, равняется Е0 всегда, да? Так. И движение, совершенно очевидно, в этой точке скорость как бы меняет знак. И если движение шло в сторону увеличения Ро, то после точки оно идет в сторону уменьшения Ро. Обращаю ваше внимание, что в случае одномерного движения это были точки остановки, поскольку Х была единственная компонентом скорости. здесь же, поскольку точки Ро корни не равняются нулю, эти точки, корни уравнения не равны нулю, то мы видим, что в этих точках Си с точкой Си с точкой равняется Л0 на М Ро корни в квадрате То есть частица просто поворачивает, да? Это не есть точка остановки. Скорость в радиальном направлении действительно зануляется, что означает, что просто-напросто движение теперь идет наоборот. Если оно шло, скажем, в сторону уменьшения Ро, то после точки поворота оно будет идти в сторону увеличения Ро. И наоборот. А радиальная скорость при этом, ой, простите, Фи-компонента скорости при этом не равняется нулю. Ро с точкой вот равняется этой величине, и поскольку Ро К не равняется бесконечности, то она, конечно, величина, и в принципе, значит, это точки поворота. Что отличает этот случай от случая движения частицы с одной координатой, которая описывается одной координатой, то есть с одной степенью свободы, где это были точки остановки. Ну, далее. Далее, разрешая вот это уравнение, которое мы написали, мы можем представить еще один интеграл найти. Деро, я сразу напишу, 2 поделить на М, 2 нулевое, минус У от Ро, как и в одноберрой задачи поступаем, да? Минус Л0 квадрат на 2М Ро квадрат. Интеграл. Ну, здесь можно поставить плюс-минус. Равняется Т плюс что? Вот напишу. Плюс константа С5. С5. С5 означает фактически, что вот это интегральное соотношение определяет еще один независимый второй интеграл движения, да? Ровно как в общем случае мы это делаем. И как в одномерном движении. То есть вот еще один интеграл движения есть. Ну, так же, скажем так, при реальном движении, естественно, вот здесь вот, знак один, либо плюс, либо минус. Поскольку, так сказать, наряду с координатой начальной задается начальная скорость. Дальше я буду рассматривать со знаком плюс, хотя это не существенно, но тем не менее, так мне проще будет. Значит, два знака всегда бывают, но знак выбирается еще из условия, рост точкой в начальный момент времени. Поэтому может быть либо один знак, либо плюс, либо минус. Так, итак, еще один интеграл получили. Ну, и осталось нам найти еще один интеграл, второй, и тогда будет задача решена в общем виде. Так, я что-то не могу. Время уже вышло, да? Перерыв. Итак, для решения задачи при произвольной потенциальной энергии, ту, которую мы ставили, нам остается найти еще один, второй интеграл движения. Все, ничего больше нет. Ну, поступаем следующим образом. Фисточкой у нас определяется вот этим соотношением, да? А росточкой найдем вот отсюда. Ну, как раньше. Росточкой, вот из этого соотношения. И поделим фисточкой на росточкой. Правую и левую часть. В результате такого деления мы получаем теперь правую часть я пишу слева, а левую часть справа. Хорошо. Интеграл Л0 на МРО в квадрате ДРО 2 поделить на М Е0 минус У от РО минус Л0 квадрат на 2МРО квадрат равняется чему? Ну, здесь, строго говоря, плюс-минус, естественно, должен быть, да? Если бы росточкой берем оба значения корня, давайте пока напишем, в общем-нибудь, равняется чему? Фи, очевидно, плюс С6. С6. Ну, ровно то же самое. Значит, фактически знак плюс-минус указывает направление вращения, в какую сторону фи, так сказать, мы меняем. Можно достаточно знать знак плюс, скажем. То есть, тем самым мы определили направление вращения в начальный момент времени. Все, все 6 интегралов движения найдены. Значит, вот это уравнение. В неявном виде определяет движение или закон движения в радиальном направлении. То есть, изменение ρ как функции времени. Движение в радиальном направлении. Значит, а это уравнение, очевидно, в неявном виде определяет уравнение траектории. Уравнение траектории. Ну, вместо вот этого уравнения, подчеркиваю, что тогда не будет независим, они связаны, можно использовать следующее. Вместо этого уравнения можно описать дфи по dt равняется L0 на m ρ². И если ρ² как функция времени найдена, и мы получили формулу в явном виде, то тогда это уравнение можно и проинтегрировать, и найти фи как функцию времени. Но чаще, чаще используют именно вот это вот уравнение траектории в качестве соотношения. То есть, закон движения в радиальном направлении в неявном виде плюс уравнение траектории. Все. Тем исчерпывается. Исследование траектории. Можно такой заголовочек сделать, хотя, так сказать, может, можно. Исследование траектории. Границы области движения, очевидно, в радиальном направлении существенным образом определяются энергией и моментом импульса. То есть, поскольку они определяются из уравнения. Е минус О от Р границы области движения определяются корнями такого уравнения. Ну, ровно как и в одномерном движении мы можем кое-что сказать качественно, нарисовав те или иные графики потенциальной энергии. Предположим, и это существенно, рассматриваем поля, поля, центральные поля, в которых при малых Р природ стремяется к нулю. Основную роль в эффективной энергии значит, это есть минус О эффективной энергии, так, играет центробежный член. То есть, при малых Р вот этот член много больше, чем у от Р. Понятно, да? Совершенно ясно, что в этом случае если мы будем рисовать график эффективной энергии, чтобы дать классифика исследователь траектории, она будет иметь вот такой вид. Обращаю ваше внимание, что у эффективной есть функция РО. РО у нас определяется от нуля до бесконечности, поэтому у нас вот эту часть рисовать не рекомендуется. Итак, предположим, что у нас рассматриваются пока что такие поля, что при малых РО основную роль играет центробежный член, который, очевидно, обращается в бесконечность. У эффективная равняется сумме у от РО плюс Л0 квадрат на 2МРО в квадрате. И пусть график эффективной потенциальной энергии как функция РО и момента импульса, подчеркиваю, что сюда входит момент импульса обязательно, имеет вот такой вид. Значит, при РО малых, очевидно, это будет вот такая величина, предположим, стремится к бесконечности. Давайте я напишу. Значит, У эффективная равняется У от РО плюс Л0 квадрат на 2МРО квадрат. И мы рассматриваем класс полей, когда при РО малых вот этот член больше этого члена. Независимо от того, отрицательный или положительный. Ну и предположим, что у нас график вот такой будет. График эффективной энергии. То есть при заданном Л0 эффективная энергия имеет такой вид. Ну и какие-то параметры другие входят. Эффективная энергия имеет такой вид. Посмотрим качественно, какие возможны траектории в этом случае. И что для этого нужно. Итак, ну прежде всего, поскольку мы видим, что вблизи центра поля, центр поля находится вот здесь, это точка РО равняется нулю. Эффективная энергия, которая определяет границы области движения в радиальном направлении, обращается в бесконечность. В таких полях центр поля недостижим для частицы. Правильно? То есть частица никак не может проникнуть в точку РО равняется нулю. Ну, поскольку движение должно быть и ноль больше, ОООт РО плюс Л0 квадратно на 2, ну и качественно посмотрим на траектории, которая возможна. Пусть у нас есть частица, которая в начальный момент времени, ну где-то здесь вот находится на бесконечности, достаточно далеко от центра, имеет скорость, направленную к центру. То есть РО ноль с точкой отрицательной, да, соответственно. И энергия частицы, которая сохраняется, та константа, которая есть, определяется вот этой горизонтальной прямой. Ну тогда совершенно очевидно, что качественно траектория будет выглядеть следующим образом. частица доходит до точки, обозначивая точку РО1, РО1. В этой точке Е0 равняется строго У эффективное, да, в этой точке радиальная скорость обращается в ноль, радиальная скорость обращается в ноль, и частица после прохождения этой точки будет совершать движение в обратном направлении. Если движение до точки РО1 шло с уменьшением РО, то после точки РО1 идет совмещение РО. Ну, изобразим это на графике, так сказать, реальном графике. Естественно, здесь мы должны использовать координаты Y и X. Вот я плоскость рисую. Это координата Y, положим, это X. Совершенно не важно. Так. Движение очевидно в этом случае будет ограничено и частица никогда не сможет проникнуть с данной энергией Е0, подчеркиваю, в область ограниченного окружности радиуса РО1. Ребята, это понятно? РО1, да? Ну, какая траектория частицы? Ну, посмотрим, посмотрите. Траектория частицы определяется вот этим уравнением. Определяется этим уравнением. Будем отсчитывать угол Фи от линии, которая пройдена из центра поля в наиближайшую точку траектории, центральном поле, в наиближайшую точку траектории. Значит, это расстояние, которое можно провести из центра поля в наиближайшую точку траектории, называют перицентром. То есть за перицентр частица данной энергии зайти не может. Ну и предположим, положим константу С6 равной 0. Будем отсчитывать угол Фи от константа С6. Тогда перицентр будет очевиден вот здесь. Правильно, да? Вот здесь будет перицентр. Ну и из этого уравнения константу С6 полагаем равным 0. Поскольку отсчитываем угол Фи от перицентра. Ну понятно, С6 это фактически отсчет минус феноль. Можно писать это минус феноль. отсчитываем от С6. Тогда видно из этого уравнения что ветвь траектории это вид, когда идет в сторону уменьшения рог, и это вид симметрично относительно линии, проведенный в перицентр. Итак, если константа С6 равняется 0, тогда перицентр здесь очевидно, потому что Фи равняется 0, тогда просто будет фи это вот этот угол, правильно, да? Фи этот угол. И траектория очевидно будет вот такая, симметричная, какая-то кривая. Ну где-то похожа на гиперболу, но не совсем гиперболу. Вот. Частица приходит из бесконечности, ну в данном случае, поскольку поле протяжения огибает центр поля и уходит на бесконечность. Траектория симметрична относительно перицентра. Если константа по-другому выбрана, то есть не от 0 отсчитываем, а от константы С6, которая, скажем, определяет минимальное расстояние вот на это. Вот сюда перицентр пройдем, то траектория очевидно будет вот такая. Важно, что и в том и в другом случае траектория симметрична относительно перицентра. И это совершенно четко видно. если угол Фи отсчитывать от этого направления, от перицентра. Итак, в данном случае движение частицы очевидно инфинитное называется, поскольку частица может уйти на бесконечность и пройти из бесконечности. И движение заключено. Движение будет всегда инфинитным в том случае, если имеется только один корень уравнения вот на этом графике, который соответствует минимальному приближению частицы к центру поля. Инфинитное движение означает, что координатор O может принимать бесконечно большие значения. Далее, второй случай. Пусть у нас есть другая частица с тем же самым моментом импульса, так что кривая та же самая, эффективная энергия, а энергия частицы равна вот этому значению и начальная координата ее заключена вот между этими двумя точками РО1, РО2, РО1, РО2, то есть энергия вот она нарисовал, а начальная координата находится внутри этой ямы, внутри ямы. РО1, РО2 это корни уравнений, Е0 равняется уэффективное при данном моменте импульса частицы. Ну, в данном случае, очевидно, движение будет происходить в какой области? В области кольца, правильно? Ограниченного радиусами РО1, РО2, РО2, минимальное расстранение, и на плоскости xy, на той, где мы можем рисовать реально траекторию, фактически будет вот что. Значит, это РО2, это РО1. Значит, одна окружность. Окружность это граница. И вторая окружность. ровно так же можно сказать, что у нас в данном случае траектория будет симметрична относительно перецентра. Предположим, перецентр у нас вот здесь будет. Выбираем констанцию так, что перецентр находится в этой точке. Тогда траектория будет вот такой, Раз. ну и здесь какая-то симметричная ветвь. Такая. Симметричная ветвь. Вот. Здесь, наряду с перецентром, появились еще так называемые апоцентры. Апоцентры характеризуют максимальное удаление при фенитном движении от центра поля. Значит, движение в области с такой энергией и с таким моментом импульса в частности фенитное происходит в ограниченной области пространства. Ну, на графике это можно изобразить как в области кольца между радиусами РО1 РО2. Значит, это вот перецентр, а вот это апоцентр. Апоцентр. И вот здесь тоже самое апоцентр. Хочу сказать, что и в точке перецентра и в точках апоцентра в данном случае частица касается окружности радиуса РО1 радиуса РО2. Значит, здесь есть перецентр и апоцентр. Частица касается. Ну, понятно, почему. И в тех, и в других точках радиальная скорость обращается в ноль. И движение происходит по РО в обратном направлении. Радиальная скорость обращается в ноль. Важно. Да, ну и понятно, что совершенно ясно, что траектория будет симметрична не только относительно перецентра, но и относительно любого апоцентра. Поскольку, так сказать, угол Фи можно отчитывать не только от перецентра, но и от апоцентра. Фактически, траектория фенитного движения симметрична относительно любого, любых векторов, пройденных в любой из перецентров и в любой из апоцентров. То есть ее можно нарисовать очень просто. Далее. Ну вот предположим, что у нас движение по-прежнему находится в области между РО1 и РО2. РО1 и РО2. И ведем еще такую важную характеристику для анализа движения частицы. Для анализа траектории частиц. Определим угол ΔΦ, который приобретает частица за время, когда она проходит расстояние от РО минимальное. РО1 в данном случае до РО максимальное. И снова к РО минимальное. Итак, определим угол ΔΦ. ΔΦ. Вот от того уравнения, которое мы написали. Который получает частица за время, когда частица проходит расстояние между двумя последовательными перицентрами, можно так сказать. От РО минимальное до РО максимальное и назад. Полный период радиального колебания. Полный период радиального колебания. Совершенно очевидно, что формулу, которую я написал, можно использовать. Давайте, наверное, подскажите мне так. ΔΦ чему равняется при таком движении? Посмотрите на своей тетради, там есть формула. Давайте я напишу 2. Пределы расставим только, ребят. Л0 на МРО квадрат, ДРО, 2 поделить на М, и 0, напишу, минусу эффективный, чтобы написать. Пределы нужно такое поставить. Итак, мы находим ΔΦ, угол, превращение угла, да. Когда частица за время, когда частица проходит расстояние от РО минимальное до РО максимальное и назад. То есть полный период радиального движения в радиальном направлении. Время, равное периоду движения в радиальном направлении, да, можно так считать. РО минимальное, РО максимальное и назад. Ну, какие пределы здесь нужно поставить? РО минимальное, РО 1, РО 2. Совершенно правильно. И двоечка, понятно почему, да. Ро минимальная, ро максимальная. Обращаю ваше внимание, что этот угол, естественно, определяется как самой кривой, то есть моментом импульса, так и начальными условиями энергии частицы, фактически. То есть дельта Фи, это есть функция, но Е0 на самом деле, Л0 и так далее. И параметры, которые определяют потенциальную энергию, на самом деле. Но что нам важно для анализа траектории? Первое, что может быть, замкнутая орбита, не замкнутая орбита. Поэтому дельта Фи, это важнейшая характеристика для того, чтобы проанализировать траекторию. Предположим, что мы вычислили этот дельта Фи при каких-то значениях энергии момента импульса и получили, что это есть 2Пи К поделить на Н. Что надо сказать? Где К и Н целые числа? Ну, замкнутая орбита или не замкнута в этом случае? К, К на Н, К и Н целые числа. Ну, возьмем простейшую. К и Н равняются единице. Простейшую. Замкнутая, естественно. То есть всегда, когда это иррациональное число, орбита будет замкнута. Причем совершенно понятно, когда она будет замыкаться. Значит, она замкнется, когда пройдет N повторений периода в радиальном направлении. То есть N раз она от точки минимальной до максимальной и назад. При этом радиус-вектор совершит K полных оборотов вокруг центра. И орбита будет замкнутая. Ну, а если так нельзя представить, то орбита будет не замкнута, не замкнута. Понятно ли, да? Если К на Н иррациональное число. И тогда можно сказать, что за бесконечное время, за большое время, частица, бесконечное число раз, коснется точки Ро минимальная, Ро максимальная. И заполняет область кольца всюду плотно, можно сказать. С уверенностью, да, всюду плотно. Траектория будет розеткой, движение будет происходить в ограниченной области пространства, то есть будет фенитным, но траектория будет не замкнутой. Значит, важнейшим условием является вот, если 2π. Подчеркну также еще раз, что величина дельта φ, которую мы сосчитали, зависит существенным образом как от момента импульса, так и от энергии частицы. То есть можно так подобрать, что траектории в тех или иных полях могут быть замкнутыми. Существует лишь 2 вида центрально-симметричных полей, в которых траектории фенитных движений всегда замкнуты. Подчеркиваю, фенитного движения всегда замкнуты. Траектория фенитного движения. Это поле изотропного осциллятора. У от R равняется, там, вот, допустим, А, R квадрат, А константа больше нуля. Ну и второе поле вы, наверное, знаете, какое второе поле. Когда траектория фенитного движения всегда замкнуты при любых начальных условиях. Я имею в виду при любых допустимых для фенитных движений, энергиях и, соответственно, момента импульса. Поле осциллятора и второе поле, не помните? Ну, гравитационное, может, да, это вот такое поле. У от R, У от R равняется, ну, минус А поделить на R. А положительное константа, А поделить на R. А больше нуля, здесь тоже А больше нуля. Поле притяжения, ньютоновское поле притяжения, ну, гравитационное поле или поле заряда. Значит, в таких полях и только в таких полях при любых начальных условиях, то есть при любой энергии E0 и L0, траектории фенитных движений замкнуты. Во всех других полях будет замкнут только в том случае, если вы подберете E0 и L0 так, что дельта Фи будет кратен вот этому числу, 2π поделить на К. К сожалению, кроме хорошо ведущих полей, которые, так сказать, в которых при РО малых превалерит асимптотика центробежного члена, существуют поля, сильно притягивающие к центру поля, ну, это вот там черные дыры и прочие есть такие поля, когда потенциальная энергия, потенциальная энергия основная, прирост стремится к нулю, у от РО стремится к минус бесконечности. К бесконечности, да? Что происходит в этом случае с траекториями? Давайте посмотрим. Ну, помним, что основное движение, которое определяет, основное уравнение, простите, которое определяет движение в радиальном направлении, является вот это уравнение. К нему мы как раз подошли. М расточкой в квадрате пополам равняется вот. вот движение в радиальном направлении до сих пор мы рассматриваем поля в которых эффективной энергии в эффективной энергии основную роль при ромалых и ромаловый точек теперь мы рассматриваем поля когда у от ро стремится к минус бесконечности при ро очень малых что получается глядя на это уравнение но мы знаем что классе классически допустимая область движения классический я имею в классической механике не в квантовой механике является область когда выполняется вот это вот неравенство поскольку м рост точкой в квадрате больше нуля должно быть но точки ро с точки когда обращаются в ноль это единственная там точки так сказать которые естественно являются точками поворота они достигаются да поэтому основное уравнение которое определяет границу области движения это вот это поставим вопрос поставим вопрос возможно ли в таких полях в которых потенциальная энергия стремится к минус бесконечности при очень малых ро и таким образом это становится как бы превалирующим по сравнению с центробежной энергией проникновение частиц в центр поля то есть что значит проникновение частиц центр поля достижение точки ро равняется нулю до сих пор у нас было сказать ро больше нуля строго там был центробежный барьер помни рисовали да ну вот можно исследовать аналитическую возможность давайте учитываем только это неравенство записываю это неравенство в виде е 0 ро квадрат больше должно быть у от ро ро квадрат плюс 0 квадрат на двое замечательно это существенно положительное это уравнение определяет границы допустимой допустимого движения классической механики классической механики ну и посмотрим достижима ли точка ро равная нулю вот для этого возьмем просто предел ро стремится к нулю здесь и здесь ро стремится к нулю поскольку е 0 конечная величина поэтому получаем неравенство такое 0 больше строго от ро ро квадрат плюс l0 квадрат на двое ну то что мы говорили раньше да в поле отталкивания вообще бессмысленно ставить эту задачу неравенство никогда не выполняется очевидно потому что у от ро будет положительная величина значит поле притяжения есть две возможности пусть у нас поле притяжения аппроксимируется при малых ро функции у от ро при малых ро ведет себя как скажем минус а поделить на ро в степени ню а положительная константа естественно да поле притяжения мы рассматриваем тогда очевидно точка ро равняется нулю то есть центр поля достижим для частицы если асимптотика поля такова что здесь ню ксс равен 2 при значении когда а больше l0 квадрат на двое правильно либо если не у больше двух то при любых значениях вообще говоря а ну можно найти такую энергию когда точка ноль будет достижима ну фактически если бы вы нарисовали эффективную энергию в таком поле эффективную энергию в таком поле то качество она имела бы вот такой вид давайте нарисуем эффективную энергию частицы ну вот так например здесь у нас минус бесконечность ну вот например такая асимптотика прерыва малых из-за того что сильное поле притяжения обращает эффективную энергию в бесконечность значит это ну вообще говоря это реальная кривая сейчас я расскажу что это за кривая вот такая эффективная энергия получается дома вы можете даже проверить для случая когда речь идет о движении частицы массы м в центрально симметричном поле у от r равным минус а поделить на r минус b поделить на r квадрат на r квадрат а и b положительные константы ну более точно я сейчас давайте расскажу а вы дома проверите значит итак если мы рассматриваем движение частицы массы м вот таком центрально симметричном поле где а и b положительные константы то график эффективной энергии в плоскости движения частицы то есть в координатах рофи соответственно плоскости да сейчас давайте напишу минус а поделить на ро минус b поделить на ро в кубе не куб куб извините ребят куб потому что ро куб там b поделить на ро куб плюс l0 квадрат на 2m ро квадрат итак я нарисовал эффективную энергию частицы массовым которые движутся вот в таком поле и имеет момент импульса l0 докажите что она действительно изображается этим графиком то есть имеет точку максимальная точка где она достигает максимума ро 1 обозначит точку и есть точка ро 2 где она достигает минимума эффективной энергии такой график такой график это вот вы докажите пожалуйста самостоятельно для эффективной энергии будет в том случае если соотношение между моментом импульса график же определяется моментом импульса существенно да и параметрами задачи такой то есть если l0 четвертой степени больше чем 16 m квадрат на ab то график вот будет такой ровно такой который я нарисовал ну дело в том что если скажем l0 в четвертой будет меньше чем 16 и соответственно больше чем 12 то получается тогда эффективная энергия такого же рода но максимум будет в отрицательной области будет по-прежнему минимум максимум но максимум будет в отрицательной области а скажем если l0 в четвертой меньше чем соответственно 12m квадрат на ab то тогда там функция вообще монотонная получается эффективная энергия не имеет значит я конкретно рисую рисовал эффективную энергию для случая когда момент импульса частицы при движении в этом центральном симметрическом поле больше чем вот это вот значительное с тем чтобы качественно посмотреть возможные траектории вот в этом случае для чего это нужно дело в том что вот для случая когда у нас при ров малых основную роль играет центробежная энергия то есть когда поле притяжения не очень сильно так что у эффективность стремится к плюс бесконечности при ров малых ну можно сформулировать следующие важные результаты которые мы показали первое ну это для любого центрального симметричного независимо значит первое давайте я просто перечислю траектория частицы в любом центральном симметричном поле лежит в неподвижной плоскости правильно, да? проходящей через центр поля неподвижность то есть плоское движение причем в любом центральном симметричном поле тоже мы доказали За равные промежутки времени частица заметает равные площади. Второй закон Кеплера. Второе важное свойство, которое мы доказали, но это уже для полей и для траектории, когда основную роль при роли малых играет эффективная потенциальная энергия, центробежная часть. Траектория, это мы показали тоже, симметрична относительно перецентров и апоцентров. Траектория симметрична в любом центрально-симметричном поле относительно перецентров и апоцентров. В этом случае это уже не будет выполняться. Ну и третье свойство, которое выполняется в любом случае, φ с точкой не меняет знака, значит, φ монотонная функция времени. Это важный результат тоже самое. φ монотонная функция времени. То есть координата φ частицы, когда рассматриваем плоское движение неподвижной плоскости, является монотонной функцией времени. Это ваш результат. Теперь посмотрим, чем отличаются случаи, когда возможно проникновение частицы в центр поля. Ну, по существу, первое и третье свойства сохраняются, а что кажется, что является второго свойства, то здесь, к сожалению, не всегда это бывает. Итак, рассмотрим разные случаи. Качественные, опять-таки, смотрим. Качественные смотрим эти случаи. Качественные траектории частицы. Пусть энергии частицы... Ну вот, определяется такой горизонтальной прямой. Горизонтальной прямой. Начальная скорость частицы направлена к центру поля, начальная координата находится далеко от центра поля. То есть вот движение частицы происходит, идет к центру поля. Ну тогда качественно, что это будет за траектория, ребят, как вы думаете? Ну, при больших, значит, R, очевидно, это будет что, там, минус А поделить на R? Это гипербола, да, фактически, с положительной энергией движения. Это гипербола, ну, почти гипербола. Немножко искривляется. Значит, вот у нас минимальное расстояние, которое проходит частицы, ну, это будет симметричная какая-то траектория, вот такая, ну, не совсем гипербола. Поскольку поле притяжения, оно будет огибать. Значит, вот центр поля, вот роминимальная, и вот такая траектория. Не гипербола, ну, почти, далеко она гипербола, ближе, так сказать, немножко искривляет. Вот такая траектория. Значит, симметричная, опять-таки, относительно перед центра. Так, хорошо. А если я вот рассмотрю движение с частицы, ну, ровно с такими же начальными условиями по координате и скорости, а энергия вот такая, близко у максимальная, у эффективная и максимальная. Как вы думаете, что тогда может быть? Пусть у нас, здесь вторая частица, которая находится на бесконечности, имеет большую координату, скорость, направленную к центру поля, а энергия близка к максимальному. Как вы думаете? Ну, вблизи вот этой точки движение в радиальном направлении замедляется, правильно, да? Вот вблизи точки остановки, точки поворота, простите, точки поворота. Так, а фильтр, так сказать, меняется своей чередой. Поэтому траектория, прежде чем уйти на бесконечность, она, естественно, уйдет на бесконечность, может совершить оборот вокруг центра, прежде чем уйдет на бесконечность. Чем ближе энергия ку максимальная, тем больше оборотов, ну, здесь симметрично все должно быть, естественно, тем больше оборотов она может совершить вблизи точки поворота. Ро-поворот, вот эта точка поворота, ро-поворот. Понятно, ребят, почему, да? Скорость в радиальном направлении уменьшается. Смотри, так сказать, уравнение. m рост с точкой впадать равняется 1 урой минусу эффективной вблизи максимума, да? А движение в трансверсальном направлении идет со своей чередой. Фи с точкой равняется l0 на m року. По-прежнему, да? Поэтому прежде чем она уйдет на бесконечность, она может совершить один или больше оборотов. Но качественная траектория будет такая. Замечательно. А, уже все, да? Ну, ребят, тогда все. Пожалуйста, вопросы. И не клачем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ